Посол. Армения 30 лет разрушала Карабах интервью Аксар. Эйзи с новоназначенным послом Кыргызстана в Азербайджане, доктором юридических наук, профессором Шанхайского университета политических наук и права, адъюнкт-профессором Чженжанского университета, КНР, член-корреспондентом Российской академии естествознания Кайратом Асманалиевым, 30 лет Армения держала азербайджанские земли под оккупацией, пока 27 сентября прошлого года Азербайджан не начал освобождать свои территории в результате успешной контрнаступательной операции. Что вы можете рассказать, вспоминая те дни. Историки уже делят длившийся почти 30 лет Карабахский конфликт на Первую и Вторую войны. В мае 1994 года был подписан Бишкекский протокол о временном прекращении огня. Кыргызстан тогда предложил свою площадку для того, чтобы обсудить условия разрешения уже на тот момент самого кровопролитного конфликта на постсоветском пространстве. Должен сказать, что эти переговоры можно признать достаточно эффективными и результативными, конфликт был заморожен. Годом раньше Советом Безопасности ООН были приняты аж четыре резолюции, зафиксировавших факты армянской оккупации семи азербайджанских районов и требовавших немедленного их освобождения. К сожалению, эти резолюции были проигнорированы. Баку попытался на всех возможных международных и региональных площадках дипломатическими средствами решать проблему Карабахского конфликта. Однако и создание Минской группы, выработка мадридских принципов по проблеме этого конфликта, принятие ряда резолюций авторитетных международных организаций как ОБСЕ, АОС, СГК, призывавших к соблюдению общепризнанных норм и принципов международного права, не достигли своих целей. Мировое сообщество осуждает агрессию и сепаратизм, этнические зачистки, признаки которых были очевидны на протяжении этих трудных для Азербайджана лет. Однако, ситуация постепенно менялась, народ Азербайджана консолидировался, в большинстве своем поддерживал политику руководства страны, армия модернизировалась, усилился ее боевой дух. Думаю, наиболее важным в разрешении конфликта стал турецкий фактор. В последние несколько лет Турция превратилась под руководством Эрдогана в сильную региональную державу, обладающую серьезным военным потенциалом. Турция оказала мощную моральную поддержку Азербайджану, включая помощь в военно-технической сфере. Единство наций, мудрая политика президента Ильхама Алиева, реальная братская поддержка Турции и возросшая военная мощь Азербайджана привели к закономерному успеху в освободительной отечественной войне по восстановлению исторической справедливости. Терпение азербайджанцев лопнуло после очередной масштабной провокации, где погибли ни в чем не повинные мирные жители. Далее исход уже был предсказуем, Армения в течение 30 лет то и дело разрушала Карабах. Было очевидно, что эти земли не были родными для армян и основной их целью были варварство и вероломство. Что вы можете рассказать о состоянии азербайджанских земель, которые долгие годы находились под оккупацией армян? Имеются многочисленные доказательства варварского отношения армян к природе захваченных территорий, вырублены целые леса, намеренно разрушены десятки мечетей и объектов азербайджанской культуры, что обсуждается и нормами международного права и мировым сообществом. Инфраструктура в освобожденных районах разрушена частично либо полностью, здания, коммуникации, дороги. Как юрист считаю, что Азербайджан имеет полное право требовать компенсации нанесенного ущерба, доказательств предостаточно, что изменилось спустя год и что ожидается в будущем. Руководством Азербайджана, Думу разработан план по восстановлению разрушенной инфраструктуры освобожденных территорий, для этого выделены значительные ресурсы в бюджете. Насколько мне известно, проложены десятки километров дорог, там где территории очищены от мин, в Шуши построены электрические подстанции, многое предстоит сделать. Учитывая солидный авторитет Азербайджана, как надежного партнера, Думу не составит особого труда привлечь инвестиции и кредиты на то, чтобы создать комфортные условия для возвращения вынужденных переселенцев в освобожденные районы. Кыргызстан, как и некоторые другие страны Центрально-Азиатского региона, заинтересован участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры, например, в рамках планируемого образоваться в недалекой перспективе Азербайджана Кыргызского фонда развития. Думаю, в течение ближайших нескольких лет Карабах и освобожденные районы Азербайджана превратятся в современные и развитые районы, селы и города. Сегодняшний Азербайджан уверенно стоит на рельсах устойчивого развития и имеет все возможности для улучшения своих показателей в экономике и социальной сфере, не ошибусь, если скажу уж, что усиливающаяся в последние годы роль Совета тюркоязычных государств позитивным образом сказалась на достигнутом Азербайджаном результате по Карабахской проблеме. Тюркский мир проявил солидарность с братским народом Азербайджана, неоднократно поддержав его справедливые требования, оформленные в соответствующих документах. Они основываются в первую очередь на положениях Устава ООН и упомянутых четвертых резолюциях Совбеза ООН 1993 года. Возрастающий год от года кооперация стран тюркского мира проявляется в политико-дипломатической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. И это позитивно сказывается на обеспечении мира, порядка безопасности и стабильности в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Кыргызстан предлагает создать межрегиональную платформу Центральной Азии, Южный Кавказ, на базе которой можно реализовать взаимовыгодные интеграционные, в первую очередь экономические проекты. Костяк этой платформы составит страны тюркского мира, выгоду получат ли наши соседи по регионам Китай, Турция, Иран предполагается вовлечь от Аджикистан и Армению, так как формула этой интеграционной межрегиональной платформы 5 плюс 3. Эта инициатива президента Кыргызстана Садыра Жапарова, озвученная в ходе недавнего официального визита в Баку нашего министра иностранных дел Руслана Казакбаева уже получила позитивный отклик от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Полагаю, что со временем и в Армении придут к пониманию выгоды межрегиональной кооперации, которая послужит еще одним фактором укрепления безопасности, стабильности и развития в наших регионах. Продолжение следует...